МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пациенты Барнаульской больницы номер 8 жалуются на засилие тараканов в палатах. Телезрители, которые обратились в нашу редакцию, рассказали, что насекомых в больнице столько, что медперсонал порой не обращает на это внимания. Илья Кочетков выяснял, так ли это и что может быть причиной нашествия тараканов. Евгения Резник признается, время, проведенное в городской больнице номер 8, что на улице Петра Сухова старается не вспоминать. К врачам и процедурам, говорит, претензий нет. Помощь оказали на достойном уровне. Одно мешало сосредоточиться на выздоровлении – тараканы. В палате, возле умывальника, по стенам. То есть можешь ночью открыть глаза и увидеть этого друга. Очень упитанные господа. В туалет лучше ночью не ходить, они просто падают на голову. В таком соседстве в отделении терапии на четвертом этаже Евгения провела несколько недель июня. Говорит, лежала там и раньше, в 2013-м, и ничего не изменилось. Те же тараканы. А вот фотографии и отзывы из соцсетей других пациентов восьмой городской. Все продукты, даже не требующие холодного хранения, нужно держать в холодильнике в завязанном пакете. Мусорных ведер не положено. Причина простая – в больнице есть тараканы. Рыжих зверей и их маленьких черных братьев не особо много. Толпами не ходят. Но в тумбочках, на стенах, у раковины мы их видим регулярно. Отправляемся в больницу. Здание постройки середины прошлого века. Качеством медпомощи люди в целом здесь довольны. Не замечают многие и других неудобств. Я не видела ни одного таракана, если честно сказать. Я до второй день лежу только. Практически нет. Ну, одного-двух видел, а так нет. В общем-то, ухожено. Кварцуют постоянно, протирают. Вполне очень прилично. Ну, четвертый этаж. Не знаю, как первый, второй. Я видел фотографии, там прям куча тараканов действительно в мойке. Кто-то, видно, специально собрал в кучу. Я вам говорю. Нет тараканов. Не видели? Нет. Я врач, я дежурю круглые сутки, поэтому нет тараканов. Внутри при беглом осмотре отмечаем чисто, насекомых не видно. Показываем эпидемиологу больницы главную улику – фото из соцсетей. И слышим неожиданный ответ. Это, скорее всего, не наше лечебное учреждение. Почему? Ну, потому что такого линолеума у нас в нашем лечебном учреждении нет. Зато тараканы, призналось, действительно бывают. В последний раз насекомые появились с началом отопительного сезона. Больница тут же заключила контракт на дезинфекцию, которую с тех пор проводят раз в квартал. Последний раз травили насекомых на прошлой неделе. Но одиночные особи, признает специалист, в больничных коридорах все же могут встречаться. И сами пациенты играют здесь не последнюю роль. В нашем лечебном учреждении экстренные пациенты, которые поступают со всего края, несут вещи свои. То есть большое количество сумок, вещей, продуктов питания. То есть это заносится так же. Мы не отрицаем, что это присуще, но не в таком количестве. Не исключено, что такую же картину можно встретить ни в одном медучреждении края. Во всяком случае, если обратить внимание на комментарии в соцсетях к фотографии с тараканами. Евгения до сих пор вспоминает пребывание в больнице с содроганием. И надеется, что ее очередная терапия пройдет без незваного персонала. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. Оставляю себе. В интернете даже появилась петиция, авторы которой требовали наказать тех, кто убил беззащитное животное. Число подписавшихся уже превысило 50 тысяч человек. Реальным наказанием для иных живодерок пока стала лишь постановка на профилактический учет полиции. Расследование уголовного дела, связанного с попаданием в шторм барнаульского прогулочного теплохода «Барракуда», передано в отдел по особо важным делам Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Назначена судебно-техническая экспертиза. Заключение станет основой для установления виновных в совершении преступления, связанного с оказанием опасных услуг на водном транспорте. Напомним, уголовное дело было возбуждено после того, как вечером 23 июня «Барракуда» попала в шторм на реке Обь. Как следует из сообщения следственного управления на транспорте, конструкция, состоящая из теплохода и баржи, расцепилась и столкнулась с опорой автомобильного моста. В этот момент на борту находилось не менее 120 человек, пассажиры и обслуживающий персонал. Ранее отмечалось, что в результате ЧП пострадали 15 человек. Следователи просят очевидцев событий обращаться в Барнаульский следственный отдел на транспорте. Телефоны указаны на ваших экранах. Но вот тем временем режим ЧАЭС в центральном районе Барнаула, наиболее всего пострадавшего во время небывалого урагана, снят. Напомним, в ряде районов были отключены водоснабжение, электроэнергия, штормовой ветер повалил сотни деревьев и множество слабо закрепленных конструкций, сорвал крыши с домов. На полное восстановление службам понадобился месяц. За это время убрано более тысячи упавших деревьев, устранены повреждения на 38 кровлях. Разрушенные линии электропередач пришлось прокладывать заново. Но до сих пор закрыт для посещений Дендрарий института имени Лисовенко, где ураган с корнем вырвал сотни редких деревьев, многие из которых не подлежат восстановлению. Новые поезда будут курсировать уже осенью по Бийскому и Рубцовскому направлениям. 3,5 миллиарда рублей в этом году намерено направить РЖД на развитие алтайской железной дорожной инфраструктуры. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. Средства пойдут на обновление автопарка, модернизацию полотна и реконструкцию вокзалов. Накануне состояние железных артерий и края оценил в Рио губернатора Виктор Томенко. С рабочей поездкой он побывал в Новоалтайске. Рассказывает Валентина Аскерова. От Барнаула до Новоалтайска на пригородном поезде. Рабочая поездка в Рио губернатор началась прямо в пассажирском составе. Уже в поезде речь идет об инвестиционной привлекательности. Как пример, станция Алтайская. Именно здесь находится одна из крупнейших в стране – автоматизированная сортировочная система, где формируются тяжеловесные поезда для грузоперевозок. Составы отправляют в российские регионы, а также в Среднюю Азию. Только с начала года выпущено и экспортировано около 500 таких железных гигантов. Есть, если по-простому сказать, центр управления перевозкой в районах станции Алтайской. Высокие объемы производства позволяют РЖД ежегодно инвестировать миллиарды в обновление алтайских железнодорожных путей. Только в этом году она намерена вложить 3 миллиарда рублей. Это почти на миллиард больше, чем в прошлом. Средства пойдут на модернизацию железной дороги, приобретение путевой техники и тепловозов. Транспортный ЖД-узел намерены поддерживать и краевые власти, заявил в Рио губернатора. Показатели все, скажу лишь в общем, они растут. Они растут. Это и объемы грузооборота, и пассажиропотока. Это и объемы инвестиций, которые увеличиваются год от года. А объем краевых инвестиций по сравнению с прошлым годом вырос в два раза и составил полмиллиарда рублей. Средства пойдут на компенсацию льготных билетов, реконструкцию вокзалов и обновление парка пригородных поездов. Мы ожидаем четыре вагона, один из них будет сорокаместный. Он наиболее комфортабелен, решает проблему маломобильных граждан. И три вагона шестидесяти местных. Там есть зона Wi-Fi, есть зона громкой связи, оповещения, наушники. Стоимость новых вагонов – 240 миллионов рублей. Срок их службы – 40 лет. На 12 больше, чем старых. Вагоны покупают для таких поездов, как Просторы, Восток и Калина Красная. Курсировать они будут по Бийскому и Рубцовскому направлениям уже этой осенью. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Старт предвыборной агитации в средствах массовой информации будет дан в Крае 11 августа. До этого у рабочей группы Краизбиркома есть 10 дней на проверку документов, которые сдали кандидаты в губернаторы. Об этом сегодня председатель Краевой избирательной комиссии рассказал о журналистах. В поддержку муниципальных депутатов и в глав заручились лишь четверо из шести кандидатов. Это в Рио губернатор Виктор Томенко от «Единой России», Людмила Суслова от «Справедливой России», Владимир Семенов от «ЛДПР» и выдвиженец от партии «Роста» Андрей Крылов. А вот Виктору Рау от «Яблока» и журналисту Сергею Сущевскому от партии «Малого бизнеса России» не удалось собрать полный пакет документов. Краизбирком уже направил в их адрес соответствующее извещение о невыполнении условий участия в процедуре оформления кандидатов. В ближайшие дни решат вопрос об отказе в их регистрации. Последующие работы Краизбиркома и рабочей группы таков, что мы планируем к концу этой недели максимального взаимодействия с кандидатами рассмотреть вопросы, связанные уже с окончательным решением вопроса о их регистрации, либо, к сожалению, в отказе в регистрации, несмотря на то, что на сегодняшний день как со стороны законодательства Алтайского края, так и со стороны, скажем, организационной инфраструктуры проведения избирательной кампании, все необходимые, надлежащие, равные стартовые условия, безусловно, были созданы. Продолжаем выпуск. Четырехлетнего ребенка нашла сегодня ночью на обочине жительница Новоалтайска. Девушка возвращалась с работы домой, как неожиданно в кустах лесного массива, увидела малыша, который плакал, был напуган и сильно замерз. На место приехали полицейские, они тут же занялись поиском родителей. Оказалось, что семья, в которой воспитывается малыш и еще двое детей, благополучная, никогда не стояла на учете социальных служб. Позже к истории подключились следователи края. Им удалось выяснить, что мальчик сам ушел из дома в Белоярске рано утром, пока родители спали. Сейчас жизни и здоровью малыша ничто не угрожает. Эмоциями и подробностями девушка, которая нашла ребенка, поделилась с пользователями одной из социальных сетей. Что бы было с ребенком, если бы я проехала, не согрела? Как такой малыш вообще оказался ночью один возле дороги? Люди, будьте бдительны, будьте внимательны к любым мелочам в безлюдных местах. Берегите своих деток, не будьте такими халатными. Следователи региона проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а именно ответить на вопрос, как мальчик самостоятельно мог покинуть дом и проверить в действиях родителей признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию. По результатам проверки примут процессуальное решение. К другим темам. Круглые отличники и медалисты из многодетных семей края получат премии. Из краевого бюджета на это выделили 2,5 миллиона рублей. В Алтайском крае 929 детей из многодетных семей окончили учебный год с отличными оценками, сообщили в региональном министерстве образования. Денежные выплаты распределятся так. По 1000 рублей школьникам 2-4 классов, ученикам 5-9 по 2000, по 3 десятиклассникам и 10 тысяч рублей выплатят выпускникам-медалистам с отличным аттестатом. Кафе с котиками, маркетинговое агентство или виртуальная реальность. Школьники Барнаула поделились своими бизнес-идеями в рамках проекта «Ты предприниматель». Самые лучшие из них могут воплотиться в жизни, даже приносить крупный доход юным бизнесменам. Ирина Корчагина пообщалась с будущими миллионерами. Вот кому вообще собрались продавать, если вас никто не знает? У вас не указаны статьи расходов на рекламу, продвижение? Совсем не детские вопросы и задачи. Сегодня важный день – презентация предпринимательских проектов. Две недели с подростками работали бизнес-тренеры. Влад вместе с коллегами решил удивить жюри дополненной реальностью. Суть их работы – человек подносит к одежде гаджет, и вокруг появляются голографические бабочки. Только показать свои изобретения пока трудно. Сейчас это применяется в Москве в виде рекламы, на рекламных счетах. И вот мы решили применять еще и в одежде. А некоторые идеи уже живут и даже приносят доход, как команде этих девочек. Они украшают школьную канцелярию, размещая фото в социальных сетях. Покупателей пока немного, да и цены чисто символические. Но предпринимательницы бросаются в дело со всем своим молодежным драйвом. Не имея тех самых страхов, ограничений, рамок, которые есть у взрослых людей, привычных моделей, сначала поработать 10-15 лет в найме, чему-то научиться стать экспертом, а потом, может быть, я наберусь смелости для того, чтобы открывать что-то свое. Возраст всех участников проекта – от 14 до 17 лет. Законодательство позволяет им открыть свое дело с 16, с разрешения родителей. Многие юридические аспекты еще предстоит прорабатывать, но начать это не мешает. Но есть те, которые уже будут реально реализовываться. И, возможно же, и патентная система, либо, возможно, поскольку это непостоянный доход у них будет, они же только начинают какое-то время. Ну, в общем, законодательство позволяет попробовать, и не обязательно же сразу регистрироваться. Бизнес-тренеры советуют начинающим коммерсантам относиться к своему делу как к игре. Ведь даже если проект прогорит, у ребят останутся деловая хватка и опыт. А практиковать ход грамотных переговоров можно с родителями. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Вышли из пячки в эти минуты футболисты Барновольского «Динамо». Открывают сезон на домашней арене «Сине-белые» и принимают «Омский ртыш». Это матч в рамках 1.64 стадии Кубка России. Предыдущую стадию, 1.128, команда Сергея Шишкина прошла автоматически. Но дело в том, что клуб из Новокузнецка не стал лицензировать домашнюю арену. В итоге Столеваров исключили из турнира. В случае сегодняшнего успеха «Динамо», а также в родных стенах, сможет принять команду уже ренгом высшей из футбольной национальной лиги. На встречу со мячами болельщики настроены скептически. Ведь за межсезонья Барновольцы серьезно обновились. Состав пришла большая группа молодых игроков. Матч с «Вертышом» уже начался вот в полседьмого. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Валар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В первый день августа на большей территории края ясно и без осадков. В Заринске, Бийске и Зминогорске до 24 тепла. В Славгороде, Рубцовске и Олесске 23 выше нуля. В Барнауле без осадков ветер умеренный. Ночью 10-12 градусов, днем до 25 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи.